Музыка Здравствуйте дорогие уважаемые телезрители, с вами Том и Бен и в эфире сегодня Сегодня в Москве заболело коронавирусом еще плюс 2332 человека Это значит, что всего в Москве болит коронавирусом 175 829 человек А в России всего заболело коронавирусом плюс 8572 человек Это значит, что всего в России болит коронавирусом больше 3000 человек Значит, что всего заболело коронавирусом в России 387 623 человек Друзья, возможно кто-то умер из ваших близких. Мне просто очень жалко. Но сейчас мы не можем справиться с этой болезнью. А теперь астма и изоляция в Москве. Сейчас 2 балла это значит, что на улице очень много людей. Останьтесь дома. Ну а теперь к другим новостям. Недавно стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил дату о начале Парада Победы. Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня как в 1945 году. Мы просто напоминаем, включаем запись. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены. К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша бессмертного полка, который объединяет в одном строю миллионы наших граждан. Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению. Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш бессмертного полка тоже после парада, но после другого, на месяц позже. А именно 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы, в день военно-морского флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах военно-морского флота страны. Хочу сразу сказать, будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящий месяц. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша бессмертного полка на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас. При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Повторю, жизнь, здоровье, безопасность людей для нас главная, безусловная ценность. О том, что мы узнали сегодня, мы, конечно же, узнаем первыми, а вы, конечно, первые увидите. Это была программа «Сегодня», последний выпуск в этом сезоне 2020 года. В воскресенье будет последний выпуск «Вести», или «Вести недели». До новых встреч, всем пока-пока, с вами был Том и Бен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова